дорогие друзья здравствуйте с вами сегодня михаил и добро пожаловать на наш канал сегодня у нас будет обзор необычный мы немножко сняли видео мы были в гостях у нашего знакомого магазинчики так сказать в его волшебной лавке и немножко купили некоторые вещи там которые с удовольствием хотим вам показать а сейчас наслаждайтесь нашим походом в магазин а после я сделаю обзор то что мы там приобрели прелестная птичка дэвид андерсон норвегия стерлинг 925 фантастически красивая брошь великолепная красота дамская сумочка надо брать дамскую сумочку вот это интересная вещица ну потом мы посмотрим внутри главное не повредить эту брошь очень дорогая то что а это буковки не хочешь боже а тут сколько всякой сочин тут надо бы нам еще парень да вообще не смертное сокровище это вот сумочка это бисер а бисер да да это Алла любит с канатом да да антиквариат антаж да вот такая оправа красивая красивая очень хотят за нее 50 долларов ну мы не знаем сколько они за нее хотят ну тут цена 50 и в хорошем состоянии да шелк этот вот такой ну тут аккуратненько очень хорошее состояние бумажечка шумная я не знаю серебро это или нет трудно сказать на серебре должна быть пробы да но я не вижу пробы это надо внимательно а это такое интересное это что-то помадница пудреница интересная штука вот кто этим увлекается это очень интересно красивый очень красивый вот ручка это такая цепочка цепочка да вот видите вот так на руку одевается да совершенно верно ну все ну все да интересно а тут монетки тоже любопытно ну ладно итак дорогие друзья начинаем наш обзор конечно же в этой лавке мы купили только одного бегемотика но чтобы бегемотику не было скучно у нас еще много есть мини таких игрушечек которые мы приобретали на гаражах сейла на эстет сейлах и вот их у нас еще очень много на специальный маленький сервантик для маленьких игрушечек таких не игрушечек а вот фигурок а вот этого бегемотика да мы купили вот у нашего знакомого видно что это бегемотик был сделан в Англии бегемотик вас просит поставить лайк и подписаться на наш канал спасибо такую птичка да это камень ну я не знаю какой именно ну очень красивая птичка мы ее купили слоник тоже это все камни а вот гусочка это у нас фарфор гусочка прошла на прогулку одела шляпу и пошла гулять важная а да очень важная как она вообще сохранилась нас даже не смутило что у нее был кусочек отбит лапки ну такая красавица и этот сидячий на рыбалке китаец пожилой мужчина пошел на рыбалку это у нас глина по моему но есть видите покрытие эмаль такая по всей видимости это ручная работа мастера видите борода у нее волосы и брови но тоже не могли пройти мимо однажды купили на гараже сейла ну вот чтоб нашему бегемотику не было скучно у него собралась такая компания а сейчас мы покажем вам дорогие друзья покупочки дальше а сейчас дорогие друзья продолжение наших приобретений и как вы заметили в видео там была эта сумочка все-таки мы не устояли и ее купили сумочка вышита бисером ну ага и цветочки здесь смотрите красивые фиалочки может быть такой узор вы посмотрите вы посмотрите идет такая цепочка на руку и такая так сказать оправа металлическая мы думали может быть это серебро но клейма мы не нашли на ней но узор очень красивый филигранный филигранный а какие застежки конечно же видно что сумочка винтажная придя домой посмотрев поближе мы поняли что его эту подкладочку конечно аккуратненько подшили а в магазине знаете как все на эмоциях мы даже и не заметили этого тем не менее пусть у нас будет она у нас в коллекции так следующее у нас дорогие друзья приобретение браслетик казалось бы ничего в нем особенного такого нет ну да интересные вставочки металл не такой вроде никакой а я заметил дорогие друзья здесь клеймо что это стерлинг 925 проба что это стерлинг 925 проба ну да и почему же не взять такой браслет если он серебряный да и с а с с с очень необычной формы вы посмотрите какая идет застежка и когда уже думаю его рассматривал что-то навело на меня меня на мысль что это похоже то ли на вилки ручки вилок или ложек возможно это заводская работа не знаю но когда-то мы встречали вилки или ложки подобные с этой маркировкой это на свете international silver в квадратике 1847 роджерс брос если не ошибаюсь но тем не менее работа мастера удалась с вилок это или с ложек ручек очень симпатично получилось великолепной красоты грозди винограда прекрасно вписываются в этот браслет а вот эту находку мы сами были удивлены этой находке вернее это брошь дорогие друзья брошь бант я честно когда взял ее в руки подумал ну ну зачем такая огромная брошь бант под потертости есть какой-то непонятный какой-то но с обратной стороны дорогие друзья я увидел клеймо и решил надо брать а клеймо у нас аренат и дорогие друзья хочу немножко немножечко зачитать вам про эту компанию истоки ренат восходит в 1922 году когда компания работала исключительно с ювелирными украшениями для брендов одежды в частности шанель когда ренат производил украшения весной одна тысяча девятьсот сорок первого года до в конце одна тысяча девятьсот сорок первого года компания запустила свою ювелирную торговую марку ренат но на протяжении многих лет они по-прежнему производили украшения для ведущих модных домов и ювелирных компаний в своей книге бижутерия практическое руководство и руководство по ценности одна тысяча девятьсот девяносто седьмого года Фред Резазаде дал полезный совет если вы увидите украшения от ренат которые вам нравятся постарайтесь их купить потому что второго шанса у вас не будет так что дорогие друзья надо было брать оказывается и мы взяли но и действительно присмотревшись поближе прекрасная роскошная крупная брошь банд а еще и с маркировкой от компании ренат по-моему это первая такая у нас находка от этого бренда да кулончик был нами приобретен он имеет серебряный тон с прекрасным узором вот его крепление вот его крепление без маркировки он у нас и нашли мы еще дорогие друзья три прекрасных зажимчика для платочков давайте начну я с этого великолепной красоты цветочек и имеет серебряный тон а в серединочке кабошон жемчужинка вот и обратная сторона вот сам зажимчик вот сам зажимчик следующий в виде у нас идет веночка можно сказать с обратной стороны имеется клеймо и следующее имеет золотой тон с обратной стороны тоже имеется маркировка сейчас дорогие друзья открою я так понимаю сделано в англии такие прелестные зажимы для платочков и следующие находочки мини мини брошечки великолепный жеребеночек прекрасная роза и милейший цветы ли листочек великолепные маленькие брошки еще дорогие друзья мы нашли одиночные клипсы но пройти мимо и не взять было нельзя а вдруг найдется пара милейший цвет прекрасной красоты клипса с женским ликом усыпано кристаллами и жемчужинками с обратной стороны имеется маркировка хэйди даус для джин валтерс валтерс насколько я знаю компания это не очень старенькая но она делает свои изделия под старину милейшая корона без маркировки посмотрите довольно редко встречающиеся ой увидел даже флюр де лис дорогие друзья и и и и и если бы не клеймо от компании вайс то и не взял бы такая одиночная клипса компании вайс вернее это у нас винтовой зажим тоже дорогие друзья мучились в сомнении брать не брать эту брошь но почему же не взять что-то в ней было такое и есть привлекательное посмотрите солнце небосвод и и и кулончики у нас сердечко ангелочек шармики да точнее сказать и бантик а вот и обратная сторона милая брошь солнышко с шармиками следующая брошь у нас дорогие друзья тоже не вызвало на первый взгляд особого интереса но когда мы начали рассматривать что-то в ней такое что нельзя было и просто не взять было нельзя плетеная такая оправа 2 листочка и вид ее с обратной стороны правда же вроде ну что здесь особенного а что-то притягивает а еще одна брошь дорогие друзья чем-то нам приглянулась корзинка с фруктами и бантик да это у нас пластик и компания хелмарк производящие открытки и броши к разным юбилеем праздник и еще дорогие друзья забыл вам показать тоже одиночную клипсу но буш очень красивая на посмотрите какой невероятный красоты цветок вернее листочки оправа тонкая вот и вид с обратной стороны и даже дорогие друзья скажу а вот так она смотрится у нас на ушки и и даже имеется маркировка прекрасная клипса да но только одна дорогие друзья на этом наш обзор подошел концу я хочу вам сказать что мы еще продолжим оказывается у нас это еще не все покупки но так как не хочется затягивать видео вторую часть мы сделаем в следующем обзоре я дорогие друзья хочу вас поблагодарить за просмотр за лайк за подписку на наш канал я желаю вам хорошего настроения и до новых встреч до новых встреч